Приветики мои хорошие, рада приветствовать вас в моем новом влоге. У меня сегодня не очень хорошие новости, я решила монтировать видео и туда обнаружила, что оказывается зарядка от ноутбука осталась вчера у Фати. Да, а ехать мне до Фати час и обратно тоже час. Гениально просто. Но придется, я хотела купить новую зарядку, но мама говорит, что не порт ноутбук какими-то китайскими зарядками, поэтому я решила все-таки съездить и забрать свою зарядку. Вот эта вот невнимательность меня настолько бесит. Я когда собирала вещи, я очень боялась забыть зарядку от телефона, наушники и свой микрофон. Это все я взяла с собой, но как-то про зарядку от ноутбука я даже не вспомнила. Поэтому она осталась и сейчас я направляюсь к Фати. Я тут приготовила себе кофе от МакКофе Капучино. Здесь сзади была приклеена вот такая вот штука, как вы видите на клею. Это темный шоколад. Тоже добавила сюда, перемешала и сверху кипяток. Залила, получилась очень густая такая масса, очень вкусная. Я на пробу брала в Браво. Стоит недешево, но обалденно вкусно. Наконец-то настал твой час. Все это выбрасываем и берем сумочку с собой. Еще надо эту штучку отрезать. Одной рукой сложно. Вот так вот выглядит безответственный человек, который не умеет правильно распределить свое время так, чтобы все успеть. Три видео маминых для Айкука. Еще до сих пор не смонтированы. Мукбанка на канале нету. А все потому, что я забыла зарядку. Звонила Фати. Фати сказала, что поставила капотик вариться какой-то из сухофруктов. Понятное дело, что я задержусь там. Хотя Тома делал дофига. Хотела купить сначала какую-то дешевую зарядку. Но потом я подумала, что для нормального ноутбука такая зарядка не пойдет. И зачем это делать, если можно съездить и взять свою зарядку. Давно, ребят, со мной такого не было. Иду-иду. И напротив меня парень и хочет со мной познакомиться. Короче, я уже на месте. Пришла. Такой ветерочек. Обычно я лаком все это дело укладываю. Но сейчас, когда был ветер на улице, я решила обойтись без лака. Представляете? А вот и долгожданная зарядка, ради которой я ехала час. Я планировала, что просто у двери возьму зарядку и отправлюсь домой делать свои дела. Ну как можно оставить вот эту вот красавицу и пойти домой? Мы должны попить чай, пожрать. Потом полежать. И только потом. Я пойду домой. Такой небольшой спойлер. Помогаю Фатти снять тикток. Уже даже сняли один раз. Что-то не очень получилось. Снимаем второй раз. А вот и Пупсик. Главная героиня. Я пришла уже домой. Быстренько прийти. У меня не удалось. Мы сидели, пили чай. Болтали о том о сём. Сняли несколько тиктоков. Скоро у Пати отпуск. Я ей предлагаю вообще. Либо она ко мне переедет, либо я к ней. Мне кажется, это и интересно. Завтра, когда у нас, например, будет своя семья, мне кажется, когда у нас будут дети, мы не сможем себе позволить, например, жить друг у друга, проводить очень много времени, снимать как можно больше контента. Поэтому я думаю, что пока мы молоды, пока у нас есть такие возможности, например, нам помогают родители, мне кажется, нужно пилить видео, стараться снимать, работать, развиваться. Поэтому я предложила Пати, как только у неё появится отпуск, всё, она переезжает ко мне или я переезжаю к ней. На самом деле, очень весело что-то делать вдвоём вместе. Сидишь, например, рассуждаешь о том, что можно снять как. Поэтому я думаю, что будет круто, будет много видео разнообразных. Посмотрите на мой потолок. Вот разве не красота? Некоторые мне пишут, Айка, давай делай ремонт, детская комната и все дела. Но вот вы бы сделали. Мне очень нравится моя комната. Очень. Я просто влюблена в эту комнату. И мне нравится всё. Мне не надоело этот розовый, как бы стиль и все дела. Очень красиво по мне. Так, что я буду делать? Я буду разбирать этот шкафчик. Что-то буду выбрасывать. Очень много хлама ненужного. И всё валяется. Хотя буквально недавно я делала здесь порядок. К сожалению, вот такой вот я человек. Я не умею класть вещи на свои места. Я думаю, что с этим нужно что-то делать. Я хочу косметику брать. Например, две помады. Закончила, выбросила. Идём дальше. Берём следующие две помады. Закончила, выбросила. У меня просто очень много хлама того, что я не пользуюсь. Или, например, однотипных помад штук десять, которые наполовине. Поэтому что-то с этим нужно делать. А для начала нужно здесь прибраться. Так, вот так вот я вывалила всё это. Каждую помаду нужно вытереть. Посмотрите, какие они все грязные. И обратно положить в органайзер. Органайзер тоже не помешало бы помыть. Вот, мне бы ещё несколько таких. Помните, я вам снимала закупку продуктов на неделю. И там в одном магазине показывала вам органайзеры за 41 рубль. Очень крутые, вот похожие на эти. Но качество было получше. Посмотрите, какие у меня органайзеры. Это просто коробки от телефона. Мне кажется, это вообще не серьёзно, как-то позорно. Поэтому лучше заплатить 40 рублей и купить себе нормальные органайзеры. В следующий раз, когда буду снимать закупку, то обязательно куплю. Дальше ещё одно хвостовство, так скажем. У меня разбились тени от Мак Зелёные, мои любимые. И они везде просто, просто везде. По идее, лучше бы было бы застелить сначала какую-то ненужную тряпку. Потому что пледик всё-таки жалко. Но уже поздно, что сделано, то сделано. Сейчас я ставлю какого-то своего любимого мукбанкера. И потихонечку это буду вытирать и раскладывать сюда. Вот так вот я всё это организовала. Помад стало меньше, потому что в пустых баночках у меня уже 4 помадаж. Здесь у меня румяна. Все дела подробно останавливаются на всех продуктах я не буду. У меня есть отдельное видео, моя коллекция косметики. Если хотите, загляните туда. В общем, теперь всё аккуратненько раскладываем в полочке. Всё готово. Осталось самое сложное, это соблюдать порядок. Здесь у меня даже осталось немножко свободного пространства. Но я думаю, что это ненадолго. Вот здесь у меня на комоде всякие крема. Которые мне, кстати, подписчица подарила из посылки. Ещё не пользуюсь, ещё даже запечатана, но всё равно очень приятно. И прям греет душу на самом деле. А сейчас я пойду мыть кисти. Как вы видите, они уже у меня грязные. Теперь их стало больше. Они очень качественные, хорошие. Мне на самом деле безумно понравился мой заказ. Вот. Так как у меня проблемная кожа, очень важно мыть вовремя кисти. Потому что на них располагаются бактерии, которые способствуют воспалениям на коже. Поэтому если у вас тоже проблемная кожа, не забывайте часто мыть кисти. Постелила вот такую вот салфеточку. И вот так вот на подоконнике они у меня сушатся. Особого средства специального для мытья кистей у меня нету. Я их мою обычным мылом от Фаберлик жидким. Получаются они очень чистые, поэтому я не заморачиваюсь по таким поводам. Вот. Что-то мне захотелось кушать. Заглянем ко мне в холодильник. Что же у меня вкусненького есть? Это баклажаны. А здесь есть арбузик. Давайте его арбузик. А здесь еще бананы. И с этой красотой мы идем на балкон. Ребят, я такая потрепанная. Не обращайте внимания. Мне просто захотелось покушать. Покупала я сама этот арбузик. Каждый раз, когда покупаю, стараюсь брать поменьше размером. В этот раз такой сладкий, красный. Обалденные. Несмотря на размер. Почему я всегда беру маленькие арбузы? Чтобы было легче таскать. Сегодня вообще день весь наперекосяк. Столько планов было. По большому счету ничего не получилось. Стало рано, но из-за вот ноутбука. Так как он не работал. Сначала я искала зарядку. Потом до меня дошло, что, оказывается, зарядка осталась у Фати. Поехала-приехала туда-сюда. И все, весь день закончился на этом. Особо ничего и не успела. Соседи вроде не смотрят. Почему-то у меня внутри такая тоска. Хочется внезапно, чтобы все твои проблемы, все-все-все решилось. Все было офигенно. Но такое, к сожалению, не происходит. Но вообще хорошо, когда проблемы есть. Если бы в жизни ни одного человека никогда бы не было бы проблем, мы бы не ценили эти хорошие моменты. Человек ценит то, что ему достается сложно. Так что все к лучшему. Я решила вопросы, кстати, с интернетом. Теперь спокойно могу вам снимать мукуванки в инстаграме. То есть в прямом эфире я буду читать ваши вопросы, отвечать на ваши вопросы и параллельно кушать. Ну, как стрим, только без донатов. Такой ветерочек. Такой ветерочек, ой. Бабушка, у нас рано, ложитесь спать. Мы с мамой сидим здесь, болтаем, мечтаем, рассуждаем о жизни такие. Пойду я купаться, делать себе масочки. Продолжение будет в инстаграме. А с вами уже я буду прощаться. Спасибо, что досмотрели до конца. Буду стараться чаще для вас снимать блоги и всякие вкусные мукуванки. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok